Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Под звуки военного оркестра, под Бавруйском выступила рота почетного караула. Программу нашего выступления на постконцерте мы отрабатывали уже с конца февраля. Чем удивили участников акции? Безжалостное пламя. На пожаре в Бавруйском районе погиб человек. Работниками МЧС в комнате на полу была обнаружена погибшая 58-летняя хозяйка домовладения. Что стало причиной трагедии? Белая маркировка. В городе приступили к обновлению дорожной разметки. На данном этапе дорожная разметка наносится на улицы Советской и Социалистической. Где еще появятся новые линии? А также работа экономики, личный кабинет и Рома Живи. Белорусы продолжают поддерживать 12-летнего мальчика, который спас младшего брата на пожаре. Как стать участником проекта? Спасибо, мы скажем всем. Сегодня у подножия Кургана Славы в Сычково с новой программой выступили гвардейцы роты почетного караула. Не обошлось этим майским утром и без песен. За это отвечал оркестр Минской военной комендатуры. Еще больше подробностей у Максима Кембеля. Наши есть везде. И в роте почетного караула тоже. Для Владислава Понтуса армейская жизнь подходит к концу. До увольнения в запас меньше двух недель. Полтора года пролетели как один миг, отмечает Бавручанин. Ежедневные четырехчасовые тренировки на плацу. Выступление в Москве и в Минске на парадах. Вспомнить есть что. К слову, сегодняшний плацконцерт в Сычково и крейтер Понтус не забудет точно. Очень сильно я хотел в роту почетного караула. В любом случае, я раньше смотрел видео, наблюдал за этой ротой. Буду очень скучать. Всем желаю попасть в роту почетного караула. В Сычково вспоминают героев былых времен. Курганслава – место, где замирает дух. Здесь заложены капсулы землей из 70 братских могил, которые расположены на территории Бобруйского района. Красные гвоздики и Алая звезда. Благодарность потомков за мирную жизнь. У подножия Курганаслава – оркестр Минской военной комендатуры. Песня Великой Победы в исполнении гостей из столицы. Изюминка концерта – выступления роты почетного караула. Эти парни всегда на виду. Про них говорят «элита» – лицо страны. Гвардейцы по два метра роста. Им рукоплескали тысячи людей из самых разных стран мира. Для Бобручан – абсолютно новая программа. Всем выступлением готовимся мы основательно, готовимся за несколько месяцев. То есть, в принципе, программу нашего выступления на пласт-концерте мы отрабатывали уже с конца февраля. Отрабатывали, добавляли какие-то элементы, подбирали, как оно будет красиво смотреться. Еще один сюрприз – выставка вооружения, автоматы, щиты, экипировка белорусской армии. Поддержать в руках оружие – мечта любого мальчишки. Ручной пулемет «Калашникова», прицельная дальность – тысяча метров. Прицел ночного видения. В магазине 45 патронов, вес – 5 килограммов. РПК-74 стоит на вооружении многих стран мира. Впечатлению у собравшихся масса. Все-таки не каждый день в Бобруйск приезжает рота почетного караула. Что понравилось сегодня? Мне очень понравилось, как выступал почетный караул. Ну что именно понравилось? Может, там синхронность, не знаю, четкость? Ну да, синхронность, четкость. Очень хорошо работали. А что вам понравилось сегодня? Как выступали отряд целых. Ну, рота почетного караула? Да, да, да. Ну что тебе больше понравилось? Их движение. Синхронность? Да, да. Ну а сам пошел выслуживать роту почетного караула? Да. Плацконцерт – это только начало большой программы, посвященной Дню Победы. Выставка военной техники, реконструкция боев за Бобруйск, велопробег и акции «Беларусь помнит». Город масштабно встретит один из главных праздников в истории страны. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Беспощадное пламя. В поселке Дуброво Бобруйского района случилась трагедия. ЧП произошло накануне около полуночи. В МЧС позвонили соседи. Именно они почуяли неладные. Языки пламени, рухнувшая крыша и плотное задымление. С такой картиной столкнулись сотрудники МЧС. Внутри, как сообщили очевидцы, находилась женщина. Работниками МЧС в комнате на полу была обнаружена погибшая 58-летняя хозяйка домовладения. Причина пожара устанавливается. Регистрация на ЦТ, обновленная цена и пропуск на Радуницу. Белорусам, которые поедут на кладбище в приграничную зону, понадобится справка, где ее получить. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент принял с докладом премьер-министра страны Романа Головченко. В первую очередь глава государства поинтересовался работой экономики. Вместе с тем он обратил внимание, главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу, что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов. Иностранцам и белорусам, которые с 8 по 11 мая захотят посетить могилы родственников в приграничной зоне, будет необходим пропуск. Чтобы его получить, нужно обратиться в Госпогранкомитет или другой территориальный орган пограничной службы. Понадобится паспорт и справка о месте захоронения близких. Для удобства сроки выдачи документов сокращены. Абитуриенты активно регистрируются на ЦТ через интернет. За три дня создано свыше 4,5 тысяч личных кабинетов. Такой спрос объясняется полезным нововведением. Теперь можно оперативно заполнить анкету через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. Регистрация на ЦТ завершится 1 июня. Начнутся испытания 16 числа. Автомобильное топливо подорожало стране на одну копейку. Литр 98-го бензина стоит 2 рубля 15 копеек. 95-й, как и дизельный, обойдется в рубль 93. За 92-й придется отдать рубль 83. Как отметили в Белнефтехимии, в апреле средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 18%. Белорусы продолжают поддерживать 12-летнего Романа. Героя, который вынес из огня младшего брата и сейчас в Минской больнице борются за свою жизнь. Под хэштегом «Рома живи» в социальных сетях появляются фотографии, видеоролики с теплыми посланиями в поддержку мальчика из Мядельского района и его семьи. К акции присоединились медийные лица страны и юные белорусы. Полосы «Зебры» заиграли новыми красками. В Бавруйске приступили к обновлению дорожной разметки. Пешеходные переходы, стоп-линии и стрелки. В этом году специалисты разметят 28 тысяч квадратных метров городских дорог. Прежде всего маркировку нанесут на крупные магистрали, а также на отремонтированное полотно. На Минской горизонтальной и вертикальной линии обновятся сразу после укладки асфальта. «В текущем году запланировано нанесение дорожной разметки на 3 тысячи квадратных метров больше, чем в предыдущем году. На данном этапе дорожная разметка наносится на улицы Советской и Социалистической». Ежегодно в Бавруйске корректируются старые и появляются новые стрелки направления. Но главный материал остается неизменным – водостойкая белая краска. Сроки завершения работ будут зависеть от погоды. «Испытание для сильных духом». В Бавруйске прошла военно-патриотическая игра «Зарница». Восемь команд из разных школ города встретились на плацу инженерно-аэродромного полка. Что из этого вышло, знает Карина Гуревич. Здесь за юбку спрятаться не выйдет. Независимо от гендера, каждого участника ждут настоящие армейские испытания. Собрать и разобрать автомат и пробежать полосу препятствий. «Это в первую очередь интересно, попробовать, что в будущем ждет наших мальчиков. Научиться разбирать автоматы и все такое». Один из сложнейших этапов – стрельба из пневматического оружия. Но и с ним ребята справляются на ура. Это неудивительно, ведь школьники на протяжении месяца готовились к «Зарнице». «Зарница» – это что-то такое, знаете, из детства. Потому что я, когда в школе учился, у нас тоже были «Зарницы». Мы и автоматы разбирали, собирали, бегали, прыгали. Естественно, соревновались друг с другом. Нас так воспитывали. И то, что мы сейчас возвращаемся к этому, может, неправильно сказал возвращаемся, продолжаем эти традиции, каждый по-своему, это стоит многого. Солдаты пристально наблюдают за участниками на протяжении всей игры. Заряжают оружие, отвечают на вопросы и следят за безопасностью. Помимо физических испытаний в программе и исторический квиз. Здесь уже одной грубой силы не хватит. Дети развиваются, детям интересно. Они смотрят, быть солдат, как они живут, дух соревнования. Это все объединяет, и я уверен, идет только на пользу, патриотическому воспитанию наших детей. Патриотическая игра проводится не только для досуга, но и несет в себе важный посыл. Почувствовать себя солдатом и, возможно, принять важнейшее решение в своей жизни. Быть военным – гордость для каждого мужчины. В этот день мальчики заглядывают в свое будущее, а девочки примеряют непривычную для них роль. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Смертельная опасность. С наступлением теплых дней рыбаки устремляются к водоемам, вблизи которых нередко проходят воздушные линии электропередачи. В конце апреля 11-классник из Мстиславского района приблизился удочкой к проводам. Его ударило током, загорелась одежда. У мальчика ожоги третьей степени на 70% тела. Состояние тяжелое. Чтобы предотвратить несчастные случаи, Госэнергогазнадзор проводит профилактические беседы со школьниками. С учениками провели лекцию по электробезопасности, связанную с несчастным случаем, когда рыбак попал под действие электрического оттока. Причины и меры безопасности, исключающие дальнейшее происхождение несчастных случаев. Что сегодня я узнала, то что надо быть очень осторожными на рыбалке, смотреть, где провода. Также я сегодня научилась, как нужно помогать человеку, когда он под проводом. Специалисты напоминают, будьте внимательны и осторожны, не допуская тело в рыбу под воздушными линиями электропередачи. Приобретая удочку ребенку, обязательно расскажите ему об опасностях. Сделайте замечание тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов, особенно если это дети. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok